всем привет меня зовут наталья пигелова я восточный практикующий астролог давайте рассмотрим чем отличается западная астрология от восточной астрологии очень много меня задают вопросов конечно у нас так как мы ближе к западу и западная астрология вошла в нас с молоком матери журналами крестьянки работницы прогнозом утренним прогнозом на первом канале то есть у нас всегда есть прогноз по месяцу рождения начиная с рыб и заканчивая козерогом да вот западной восточной астрологии это астрологии которая имела один центр один источник знаний когда западные возможно происходили какие-то набеги на восточные страны были какие-то рукописи свитки были завоеваны похищены расшифровывались и какая-то только знание перешла к западным людям до западные европейцы начали расшифровывать эти свитки и конечно добавили свой опыт незаменимый опыт каждого человека добавляет свои знания но почему например есть важные и существенные отличия между восточной и западной астрологии казалось бы если свитки попали и рукописи попали людям западного происхождения так почему же они эти знания западной астрологии отличается от восточной астрологии потому что раньше на востоке не все придавалось бумаги знания передавались из уст уста от учителя к ученику и конечно при завоевании да то есть эти знания оставались все-таки между учителем учеником они не сохранялись на рукописях и конечно западная астрология часть каких-то постулатов она взяла основные очень похожие как сказать центры вот но опыт человека то есть восток развивался своим путем до астрологии где-то более трех-пяти тысяч лет мы даже такой возраст не можем представить время лет исчисления это очень такое значительное да и вот допустим незаменимую роль играет во всем в любой науке чем человек занимается опыта он все равно играет незаменимую роль да и вот западные астрологи свое что-то нашли добавили и конечно развивается своим путем вот но в основном люди которые изучили западной астрологии все-таки что-то мне не нашли и обратились к восточной все-таки считают что восточная более полная наука я например всегда занимался восточной астрологии западной она конечно мне очень нравилось но источник вдохновения всегда находил восточной астрологии восточной астрологии у нас 12 знаков 12 знаков животных строго в своей последовательности идут друг за другом сейчас у нас был год металлической крысы это 1 12 лет к то есть у нас идут повторяющиеся 12 лет кито есть крыса бык тигр кролик дракон змея лошадь коза обезьяна в этом же порядке 12 знаков идут нас 12 месяцев в году точно также у нас повторяются дни каждые 12 дней приходит у нас например день тигра и вот эти строгие повторения они в том числе и по месяцу и по часу исходя из таких повторений были выстроены логические последовательности взаимодействия да а каждое животное при лежит принадлежит их и выражена в какой-то стихии еще у нас есть пять стихий и вот это четкое взаимодействие 12 животных восточного гороскопа которые следуют друг за другом да и пяти стихий в определенной последовательности их взаимодействия столкновения слияния какие-то разрушительные тенденции да они определяют и характер человека до по дате рождения и приход энергии в году золотой бык имеет стихию у нас золото до стихии золото это стихии металла плавно переходим к пяти стихи им что это такое то есть взаимодействие пяти стихий то у нас идет дерево огонь земля металл и вода получается дерево служит у нас дровами для огня сгорая получается золо питает землю и земле достают ископаемый металл выдает конденсат а вот то есть таким образом вода и вода опять питает дерево и кругу оборот пяти стихий восточная астрология дает гармонию то есть человек когда здоров богат счастлив в семье у него все хорошо дети рождаются здоровые это однозначно знаю это предполагает что в карте рождения присутствуют все пять стихий и они гармонично взаимодействуют один элемент порождает другой взаимодействует гармонично друг другом в карте рождения и строя карту можно по наличию 12 животным и наличию стихий и взаимодействию как 12 животным между собой как стихи между собой взаимодействует можно понять как у человека строится жизнь насколько она у него к допустим спокойно гармонично и тут сформировано в иероглифов и зашифровано стихии до в западной астрологии свои расчеты но общая суть она одна и та же просто по-разному люди выразили свой опыт и не знаю каким опытом полученные знания вот переработали добавили свое что спасибо за эфир до новых встреч и вы можете директ прислать мне наметки какие темы вам еще интересно пока пока